Приветствую каждого! Миром Божиим, дорогие друзья, мы продолжаем наш молитвенный марафон и сегодня у нас 30 день. Уже 30 дней, месяц, мы вместе размышляем, молимся о том, чтобы Бог вел нас, наставлял и чтобы вместе готовились встречи с Ним. И сегодня мы продолжаем говорить о злых духах. Часть 2. Я знаю из личного опыта, что сказанное в Библии и трудах Эллен Уайт о злых духах верно. Я много раз был свидетелем освобождения от гнетущего влияния сатаны, когда злым духом было велено покинуть людей во имя Христа. Во время одной из моих поездок в азиатскую страну я встретился со студентами Богословского факультета и их педагогом. Я поделился с ними некоторыми мыслями о крещении Святым Духом. Они, в свою очередь, рассказали мне случай, произошедший за несколько недель до нашего с ними разговора. Однажды вечером студентка колледжа отправилась посмотреть фильм ужасов в местном кинотеатре. Когда она вернулась в свою комнату, в нее вошел дьявол. Лежа на кровати она начала выкрикивать имена многих своих подруг и нескольких парней. Демоны вошли во всех девушек и парней, которых она назвала. Некоторые преподаватели узнали о происходящем и привели одержимых студентов в молитвенный дом. Когда пара учителей пыталась помочь своим подопечным, демоны начали называть тайные грехи этих преподавателей, и им пришлось уйти. Студенты лежали на полу, молитвенного дома, в состоянии одержимости, а преподаватели чувствовали себя беспомощными. Со временем, благодаря настойчивым молитвам и обращению к библейским обетованиям, бесы оставили своих жертв. Студенты, с которыми я разговаривал, никогда не сталкивались ни с чем подобным и не знали, что делать. Поэтому я рассказал им о некоторых принципах, изложенных в этой книге. В другой раз я обсуждал эту тему с моим другом, пастором из Гаити. Он рассказал мне историю о молодом человеке из этой страны, который поступил в наш колледж. Он вырос в адвентистской семье и производил впечатление приятного молодого человека. Но однажды он начал вести себя очень странно. Один из местных пасторов узнал, что молодой человек незадолго до этого побывал в одной гаитянской деревне, где почему-то на ущенью на него напал демон. Я спросил своего друга, как такое могло случиться. Он предположил, что в жизни молодого человека был эпизод, который развязал демону руки. Если мы хотим одержать победу над сатанинскими силами, восставшими против нас, мы должны не только знать об их существовании, но и понимать, как получить власть над ними и обличать их, как сотрудничать с Богом, чтобы не впустить их в свою жизнь. Вот почему я написал эти размышления. Те, кто собирается встретиться с Иисусом, узнают, как полностью победить сатану и его злые силы во всех сферах своей жизни – духовной, эмоциональной и физической. Павел призывает нас благодарить Бога, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного Сына Своего. Смерть Христа на кресте – плата за это освобождение. Сатана хочет, чтобы мы упустили из виду этот факт и поверили его лжи о том, что мы ничего не можем подделать с его властью и влиянием. Я призываю вас не верить его лжи. Научитесь отстаивать во Христе свое право – быть гражданином Божьего Царства Благодати. Это царство благодати – огромная сила, позволяющая вам быть свободными от всего, что сатана пытается привнести в вашу жизнь. Данные размышления призваны помочь вам понять эту истину и научить вас правильно применять оружие в вашей войне, дабы одержать победу. Вот почему те, кто поразглашает трехангельскую весть в силе раннего и позднего дождя Святого Духа и готов к встрече с Иисусом, названными первыми плодами. Это первое поколение христиан, одержавшее полную победу над сатаною и всеми его злыми силами. Они настолько исполнены Святым Духом и свободны от влияния сатаны в своей жизни, что могут по плоти предстать предпрославленным Христом и не погибнуть. Бог вызывает сегодня это поколение из Ладикии. Очень важно, чтобы вы сказали «да» в ответ на Божий призыв в своей жизни. Личные размышления и обсуждения. Какой поступок студентке Адвентистского колледжа открыл сатане доступ к ее жизни? Почему сатана имел право вмешиваться в жизнь тех, чьи имена назвала девушка? Каким образом демоны были изгнаны? Почему студент Адвентистского колледжа из Гаити стал одержим бесом? Какие уроки вы извлекли из сегодняшних размышлений? Молитвенное задание. Молитесь вместе с вашим молитвенным партнером о том, что Бог исполнил вас своим духом. О том, что Бог дал вам победу над сатаною в вашей жизни. О людях из вашего молитвенного списка. Темы, о которых мы говорим сегодня и вчера, они могут для кого-то показаться довольно страшными, но это очень серьезные и важные темы. Автор приводит здесь несколько реальных историй. Я тоже вспоминаю историю, с которой со мной поделился один пастор. Он рассказал следующее о том, что в его церкви была ситуация, когда одна женщина из церкви, которая стала одержимой. Позже пытались узнать, что случилось в ее жизни. И как оказалось, то она определенное время смотрела по телевизору передачи, связанные с экстрасенсами, с гаданием, с гороскопами. В ее жизни были реальные приступы. Крики, она не могла ночью успокоиться. Много раз вызывали пастора. Он молился, пел. И когда он пел, они там с мужем вместе пели, она успокаивалась. Он рассказал, что однажды, когда он молился, он почувствовал особую силу, что Дух Святой действует через него. В тот момент его посетила мысль о том, что вот сейчас, ух ты, если это произойдет, то какой силой я обладаю. И когда его только посетила мысль о его собственном «я», в этот момент эта женщина одержимая. Она его настолько сильно ударила, что он отлетел к стене. В этот момент он понял, что своей силой он ничего не может делать. Только силой Господа. Очень важно, что мы об этом помнили. Только силой Господа мы можем побеждать. Если в нашей жизни ранее были моменты, когда мы давали место дьяволу, очень важно, что мы сегодня с покаянием обратились к Господу. Очень важно, что мы просили Его очистить нас от прошлого, что было в нашей жизни. И чтобы мы помнили, что только Господь, Он тот, кто дает силу, дает освобождение, и Он дает полномочия нам пробыть теми, кто побеждают эти бесовские силы. Смерть Христа на Голгофе – это плата за освобождение каждого из нас. Сто нас стремится, что мы забывали об этом, сто нас стремится, что мы своими силами что-то делали. Но помните, только жертва Христа и только ходатайственное служение Христа и сегодня за нас на небесах, оно дает нам освобождение. Как важно, что мы были теми, кто славит и благодарит Господа, что мы приходили к Нему с просьбами о нашем освобождении, о нашем оставлении греха, а также о наших родных и близких. Будем продолжать молиться и сегодня о том, чтобы Бог даровал нам победу над сатаною в нашей жизни, а также помог нам раскрыть эту тему и говорить об этом, помочь другим с Божьей помощью, также одержать победу. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за милость, любовь, за силу и победу, которую Ты желаешь дать каждому из нас. Боже, особо благодарю сегодня за жертву Христа на Голгофе и за хандатайственное служение Иисуса сегодня за каждого из нас. Господи, прошу, помоги, чтобы мы помнились только Твоими силами, только Твоими заслугами. Мы можем быть победителями, мы можем одерживать победу. Господи, прошу, освободи нас от любого влияния сатаны, чтобы мы удалялись от зла, чтобы мы стремились к Тебе, и чтобы Ты был тем, кто ведет нас. Также прошу о наших родных и близких, о людях из нашего молитвенного списка. Господи, прошу о том, что мы могли делать все, что необходимо для них, с Твоей помощью, для того, чтобы и они узнали больше о Тебе. Боже, будь прославлен в жизни каждого из нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok